привет друзья и в этом видео я покажу вам гостиницу sentido flora garden 5 звезд которые находятся в регионе седэ на первой линии погнали вот так вот выглядит пол гостиницы sentido flora garden весь таких вот светло-бирюзовых тонах очень мне понравился красивый пол есть вот такие кресла где можно посидеть значит здесь у нас с правой стороны находится лобби-бар хорошо так работает кондиционер очень это ощущается дальше есть открытая терраса где можно посидеть на свежем воздухе с прохладительными алкогольными безалкогольными на и сейчас я вам показывать часть территории отеля и хочу обратить ваше внимание на здание которое находится за бассейном именно в этом здании находится номера с видом на море как вы видите их гораздо меньше чем стандартам поэтому номера с видом на море нужно бронировать сразу и не думать о том что на месте можно это все порешать вот это вот покрытие и когда по нем возят такую вот тележку друзья кстати это уже я могу назвать здесь закономерностью особенно когда это они делают утром это были нарекания у туристов что когда они везут вот этого тележку то в номере просто невозможно спать это вот такой вот нюанс номер категории стандарт в гостинице синтеза флора гарда интересно выглядит здесь кровать вот такая диванчик вернее кресло дальше у нас идет балкон сейчас покажем балкон вернее терраса вот такая большая деревянная здесь у нас есть две стулочки столик вот такой вот вид в сад из этого номера очень классно это все выглядит красиво в деревьях все будет не жарко летом если рассмотрим июль и август месяцы летние мини-бар санузел значит умывальник отдельно вынесен от санузла отдельная душевая кабинка чистенькая и отдельно туалет вот так оно все выглядит правда единственное что мне не очень нравится что это все так очень не отделено от номера там где находится кровать вот такая вот перегородка она видите как вот не сплошная есть пен но опять тоже как бы кто-то спит кто-то слушает голову с утра тоже не очень это все интересно выглядит по косметике сейчас посмотрим где наша косметика что-то ее не вижу где наша косметика косметика в общем скорее всего просто я не поставили на должна быть ну и конечно же тапочки два комплекта и тут у нас шкаф большого размера и сейф друзья вот часть где гостиницы санкидов флора гарден расположены номера категории стандарт конечно здесь большой плюс того что они находятся все под деревьями они в теньке и здесь не будет очень жарко еще однозначный очень жирный плюс из того что эти номера сделаны из дерева а как вы знаете дерево летом гораздо лучше в деревянных домиках летом гораздо комфортнее нежели в кирпичных сооружениях так друзья показываю вам категорию номер делюк севьё в гостинице санкидов лора гарден он немножко меньше по площади чем номер категории стандарт и находится на втором этаже смотрите как это все выглядит конечно номер очень красивый не это все нравится есть двуспальная кровать вот такая вот и соответственно стоимость номера немножко выше из-за того что номер идет с видом на море вот таким вот видом на море есть здесь два стульчика столик красиво все это выглядит вот такая вот территория до пляжа очень недалеко идти принципе рядышком все пальмы есть ну и сразу мы видим море так смотрите в номере у нас есть чайный набор есть водичка тут у нас мини-бар мини-баре две водички газированные ну и вот такие вот напитки дальше тут у нас шкаф небольшой такой я думаю достаточно здесь еще один шкаф да вот еще один шкаф и сейп тут у нас санузел умывальник туалет фен душевая кабинка чистая абсолютно так где же наша косметика что это у нас такое это у нас дозатор для геля приятный номер приятного такая вот посветочка вверху телевизор тапочки это у нас был номер 419 так вот мы спускаемся пляжу и показываю вам пляжное покрытие гостиницы так смотрите значит тут у нас нету шезвон гови зонтиков здесь у нас природная плита смотрите как она выглядит немножко гальки вот у нас природная плита у некоторых гостиниц в этом регионе вообще пляж весь вот состоит из таких плит поэтому нужно быть конечно внимательным при выборе гостиниц если вам это естественно как бы не подходит такой заход море то однозначно такие гостиницы лучше не выбирать я не говорю про сантида flora garden конкретно но в целом как бы здесь находим очень много таких слив так вот уже мы видим шезлонги и зонтики значит сам пляж там где шезлонги и зонтики он такой вот крупно песчаный либо можно сказать мелко галечный пляж вот видите как это все выглядит надеюсь это все вам видно сейчас в этом видео вот эту фракцию пляжного покрытия гостиницы сантида flora garden так а тут у нас ближе уже к водичке есть немножко гальки и собственно говоря вот у нас буквально два метра вот это еще мелкой гальки а дальше там начинается плита 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 и крупная крупная галька поэтому учитывайте эту информацию при выборе гостиницы сантида flora garden для вашего отдыха что вот здесь такой вот в море очень очень затрудненный я бы сказал бы даже не совсем безопасный наверное в общем друзья напишите в комментариях как вы относитесь к такому входу и как ваше мнение по данному ходу море значит чтобы выйти с этой ситуации у гостиницы сантида flora garden есть вот такой вот пирс к нему проложена такая деревянная дорожка было комфортно ходить по пляжу показываем пирс вот у нас лестница которая ведет с пирса море вот вы спускаетесь по этой лестнице и там сразу будет большая глубина ну как большая глубина желательно уметь плавать чтобы заходить море с этого пирса а вот с этой стороны пирса я вот вижу не совсем так много этой плиты природной сейчас дальше мы там пройдем я вам покажу как это все выглядит значит вот смотрите вот тут вот мелкая галька на входе а дальше ну по крайней мере то что я вижу через воду то есть плиты здесь сильно не видно возможно ее с этой стороны нету то есть принципе можно будет зайти и пугальки в море постепенно приближаясь более глубокой части этого пляжа в общем друзья напишите в комментариях тех кто отдыхал как это все здесь происходит потому что возможности поплавать тут нету насколько вход по логии не могу сказать ну принципе как бы не думаешь там есть какой-то обрыв но вот у нас вот такая вот галька на входе мелкая ну а дальше она там постепенно увеличивается в общем друзья таким вот образом выглядит пляж гостиницы сантида flora garden смотрите значит надеюсь я все детально вам показал друзья те кто отдыхали в данной гостинице напишите в комментариях под этим видео как вам этот пляж в гостинице как насколько проблематичный такой заход ну и вообще ваши впечатления по отдыху данной гостиницы сантида flora garden вот такая вот территория у гостиницы это номера повышенной категории вот это деревянные домики это стандарты чисто из дерева сделаны насколько я вижу это очень хорошо потому что в деревянных домиках летом гораздо легче переносится жара ну и плюс естественно то что они находятся под прикрытием деревьям это тоже большой плюс чтобы летом было здесь не так жарко и дальше в видео я вам покажу как выглядит питание в этом отеле а именно какой у нас был обед так смотрите это у нас овощной гратен это картопельное пюре говядина тушеная с овощами это похоже на курочку какую-то с овощами тут у нас резонья рогой из говядины и овощей вареная брокколи с кукурузой спагетти тут какой-то соус двух видов так это у нас рыбка похоже на пару так тут у нас какие-то кусочки мяса это у нас кардон блю из курицы трубочки с сыром трубочки с сыром картофель при пиде с мясным фарсом пиде с сыром пиде с сыром микс из овощей на гриле вот у нас пиле индейки на гриле вот у нас вареная рыба а это вареная кукурузка дальше смотрите тут у нас различные соусы очень много видов каждый рассказывать не буду морковка салат и зелень готовые салаты нарезанные уже еще зелень здесь у нас есть еще и естественно лимоны в общем это стол салатом есть и отдельные ингредиенты есть уже готовые салаты как вы видите друзья в общем все в этом видео так смотрите тут у нас маринованные овощи есть оливки есть баклажаны помидоры еще несколько видов оливок перец огурчики помидорчики еще несколько видов оливок в общем и здесь у нас были маринованные овощи дальше у нас идут салаты друзья смотрите в видео все комментировать не буду такие у нас салаты здесь представлены в ресторане гостиницы синтедов флора гарден вот еще салаты вот даже есть грибочки тут у нас несколько видов сыра так дальше я вам показываю сладкий стол в ресторане в гостинице синтедов флора гарден и так дальше показываю вам последний стол это фруктовый стол видите яблочки апельсины еще яблочки здесь красные яблочки лимончик алыча яблочки дальше у нас киви так смотри друзья вот так вот выглядит ресторан гостиницы синтедов флора гарден это его закрытая часть ну и там вот есть на улице террасы с открытой части так друзья смотрите пообедал я в гостинице синтедов флора гарден значит в принципе все блюда которые есть в этом ресторане я вам показал которые есть на обед единственное что я вам не показал это там хлебобулочные изделия и по моему суп я не показал вам он тоже кстати здесь есть что могу сказать еда была очень вкусная вот реально очень вкусная для меня была еда особенно индейка особенно там жареная скумбрия было все вкусно ничего не могу сказать по качеству придраться вернее качеству питания абсолютно не могу все мне понравилось ну и теперь смотрите друзья по поводу моих выводов гостиница вот реально мне очень понравилось она красивая гостиница приятная гостиница вот качество там мебели тоже на должном уровне ничего я придраться к этому нигде ничего абсолютно не могу вот значит касательно пляжа ну просто учитывайте что данной гостинице вот такой вот заход в море поэтому отнеситесь к этому пониманием и смотрите как бы учитывайте эту информацию для того чтобы если вы убираете эту гостиницу чтобы не получилось у вас потом беды когда вы приедете в гостиницу значит смотрите только один вот единственный для меня неприятный момент данной гостинице конечно я не знаю как его решить допустим вообще правильно решить скорее всего возможно нужно смотрите значит вот эту вот брусчатку которая есть здесь возможно ее заменить возможно сделать дорожку для того чтобы обслуживающий персонал когда возит свою тележку с бельем там либо еще с чем там неважно чем он ее возит вот чтобы она не гремела по вот этой брусчатке потому что смотрите значит показываю вам вот у нас номера начинается это уже начинается номера категории стандарт и вот если у вас попадется вот первый номер ну не первый номер а тот который самый близкий к этой дороге вот смотрите вот он номер и вот эта дорога значит вам будет это все очень ну просто нереально слышно все в номер это то что я слышал от туристов более того друзья я стал свидетелем этого как везли эту тележку и сам слышал этот звук да тот кто спит крепко то вопросов не будет но тот кто очень чутко спит конечно это будет просто убийственный недостаток потому что вы же едете сюда отдыхать чтобы выспаться и смотрите что по этому поводу могу сказать я значит мы обратились к менеджменту данной гостиницы они сказали ну извините вот ну вот так оно есть конечно это такой вот для меня не очень положительный момент в этой ситуации что могу посоветовать вам если вы все-таки выбираете эту гостиницу ну первое тогда что могу сказать нужно выбирать чуть чуть повыше категорию номера значит она во первых находится на втором этаже во вторых ее взять подальше вглубь к территории гостиницы там конечно этой слышимости ну не должно быть вот ну и второй момент смотрите значит тут тот кто спит очень так крепко то вопросов никаких не должно появиться по этому вопросу но тот кто спит чутко одну ребят я честно говорю я не знаю как с этим бороться и как выйти с этой ситуации в общем прошу вас тогда напишите в комментариях под этим видео как же вам понравилось не понравилось данная гостиница синтида лора гарден вот напишите по персоналу как вам работа персонала как вам питание в гостинице как вам номер лично мне номеру очень понравился красивый аккуратный да стандарты конечно побольше и приятнее для меня выглядят с другой стороны категория deluxe view тоже красиво выглядит и тем более с этой категории у вас открывается красивый вид на море в общем смотрите надеюсь я вам рассказал всю необходимую информацию по данной гостинице она вам поможет выборе вашей идеальной гостиницы для вашего идеального отдыха и вы сможете хорошо провести свой отпуск либо поездку в турцию ну и не забывайте подписываться на наш канал чтобы быть всегда в курсе полезной информации чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями впечатлениями